Мне хотелось бы в какой-то все-таки вернуться к для меня интересной теме модернизации. А как она происходит? Как для треведника. Надо модернизировать. То есть мне кажется, что отчетливые видны этой библиотеки, которая действительно меняет свой облик кардинально. И мне бы хотелось, чтобы вы, может быть, немножко рассказали несколько слов о том, как библиотека превращается в культурный центр. И, может быть, Нина Назарова, вы бы тогда сказали несколько слов о том, ну, вот электронный портал, да, вот есть у него какая-то печатная форма, зачем нужен, ну, очевидно, что нужен, но вот как, зачем нужен переход в электронную форму. И вот, опять же, у меня после нескольких лет возникла мысль, что действительно, видимо, нонфикшн становится популярнее, чем художественная литература. А есть ли институт критики нонфикшн или что-то такое? И почему все-таки умирает реценция? Никто и не умирает. Кто могильщик? Про библиотеки, было слово. В ряде случаев библиотеки вынуждены становиться третьим местом, там, и выходят из положения, привлекая читателей под различные яркие какие-то события. Таковы вот новая современная библиотека Достоевского, Тургеневка. Наша, она, я считаю, вообще европейского уровня. У нас недавно была из Пифлы представитель этой библиотечной ассоциации мировая. Приезжал директор вот этой вот ассоциации Доргеншины. Она пришла в библиотеку, она была в шоке просто от того, что у нас есть, и сказала, что сюда нужно привозить американцев к чеке. Есть мнение, и на запрете тоже, что электронный текст как раз наоборот ведет к продаже на грейдсвича. Потому что люди хотят... Да, да, сначала выходит электронный, если пользуются спросом, тогда... Тогда бумажный. Они вышли на первое место, и плюс, еще вот у нас интересная история про бандалинку. Вы можете видеть, что это... Ну, это другое, это чистая патриография. А видеоблоги, это главное, через что молодежь выходит на интересующие. Видеоблоги в этом вот и плюс, и минус, я вижу, то есть плюс с большой точки зрения, то есть это популярициаторство. То есть когда, да, все, как бы, вот эти книжные видеоблогеры, они как бы, вот рассказывают, вот, чуваки, че, я сегодня прочитал эту книжку. Но в этом же, как раз вот в этом же, чуваки, че, я вижу большой минус, именно, то есть, некое, да, упрощение собственного, собственно, как раз вот, закопывание жанра счета, с чего все начали, то есть, о, да, вот именно упрощении, непрофессиональный подход, то есть они, как бы, отъедают кусок, собственно, вот у книжных журналистов. Ну, это реальность, с которой все осталось. Ну, да, да, то есть, да. Можно, я знаю, вот, из-за того, что мы узнаем, почему умирает? Я просто, вот, знаете, что и не про домашнее, и не про сакральное. Очень, как обобщить вот этот процесс, который вы описываете? Уютная, модная, красивая библиотека, в сущности говоря, наверное, можно сказать, что это как возрожденная кофейня, если бы там еще кофе хорошее варенье, да, в которой, как говорил Кабернас, вот рождалась европейская, в дискуссии, гражданское общество. И, понимаете, меня, например, очень раздражало, интриговало долгое время отношение некоторых молодых коллег к, допустим, идее создания дискуссионного семинара, дискуссионной группы. Вот эти усилия, с которыми я тщетно и долго воевала, выдвинутся из академического пространства. Не только потому, что там охрана и на всех пускают, но потому, что это формальное, квазисакральное, негостеприимное пространство, и молодые люди, которые хотят обсуждать чего-то, они хотят куда-то удвинуться. В кафе, может быть, в библиотеку, я не знаю. Но, во всяком случае, вот этот процесс, который меня как бы раздражал, потому что нельзя опустошить академическое пространство, тогда что в нем останется, кроме трансляции видов информации? Но он есть, и я не знаю, как их вот на него реагировать. Извините, вот хорошая библиотека, в моем понимании, она сохраняет то, что вы говорите в основе своей, все равно. Ведь, я уже сказала, что в ряде случаев вынужденное мир. Но, если есть хорошее комплектование, ведь идут сейчас, мы сейчас тоже, у нас литчатка стоит по деловому чтению. Зачем вы идете сейчас в библиотеку? Вот ровно в данный момент он у нас в третью неделю стоит читать там деловое чтение, провести время на какие-то движения. И вот первое чтение, оно все с галочками. Вы идете и думаете читать? Хорошая библиотека, западная наша, это все равно источники информации. В любом случае, база вот эта. Все, что мы делаем, все равно все проекты вокруг мира. Вот, Дмитрий, вы говорили про то, что, видимо, обещатная книга все-таки сохраняет свой какой-то сакральный статус. Ну, не сакральный, нет, сакральный неудачный. Вот я вообще, Катарин, например, мне как-то неизвестно, что я снимаю «Квартиру в Москве», и я еще когда-то несколько раз приезжал, книжка какая-то, не знаю, какая-то зона, но все-таки мне сейчас все в рекламе видим, потому что невыносимо когда-то снятие. Да-да-да, нет, здесь существует колоссальное напряжение между... Вот я, опять же, не хотелось бы называть это архаикой, но так ради разговора назовем архаикой. И вот, когда вы говорили о том, почему все модернизируется, но потому что если оно модернизируется, оно умирает. Модернизация происходит не от хорошей жизни. Например, все время видится аналогия между ситуацией в библиотеках и ситуацией с музеями. В прошлом году во Франции проводился такой семинар по инновациям в музеях. Российских представителей музеев привезли на семинар, и были встречи в разных музеях, чтобы выработать стратегии, чтобы все эти минералы как-то живут. И нужно соединить архаичные существования музея с новым искусством. С одной стороны, и там прозвучала чудесная фраза в Данке Шантине. Самая худшая реклама для музея это... Приходите в наш музей, он всегда здесь стоит. Как же с библиотекой. Если есть ощущение, что она всегда есть, то и завтра скажут. А когда есть единичное событие, вот пришел писатель, или там какой-то круглый стол. И только вот там можно будет книгу получить, то это, конечно... Попробуйте сегодня, завтра сколько-нибудь. Плюс еще и сакрами, потому что писатель не писал, поставил свой автограф, и потом эта книга начинает переезжать с квартиры на квартиру уже во все города. Помимо того, как называется ваша дискуссия, это в целом относится к всплывающей теме заказа на нон-фикшн, ну, популярности восточного нон-фикшн, и выхода, что ли, за рамки академии читательского процесса, вот этого чтения серьезно очень литературы, потому что где-то годы три назад я заметила, что я стала очень много употреблять, извините за неприличное слово, контента разных ресурсов, типа Арзамаса, постнауки, недавно открывшегося Горького. И сначала это было хорошо, а потом я начала замечать, что вокруг меня все люди это тоже делают. И, в общем-то, на этом фоне неизвестно. Нет, дело не в этом. На этом фоне происходит, во-первых, жуткое усреднение информированности о коммунитарных знаниях. И это приводит к тому, что студенты логичных факультетов прекрасно знают, кто такой Бенни Мин, Макс Вебер, Горфинкель, Ирвин Гоффмент и других классиков, которых он мог не знать лет 20 назад, но он знает их очень поверхностно. Он открыл, не знаю, какой-нибудь этот популярный ресурс, прочитал одну цитату в дайджестере, он их произнес, и все думают, что он, в общем-то, знает. Но на поверку это оказывается символизованно, по большому счету. И что вот это безумное усреднение, которое в то же время повышенная грамотность, распространяется повсюду, повсюду, по той причине, что эти ресурсы становятся все более и более популярными. И, с одной стороны, меня это жутко раздражает, как специалист, потому что люди просто не читают источники. Они просто не читают того же Макса Вебера, но активно цитируют Макса Вебера и создают впечатление, что что-то они не понимают, особенно, когда они говорят, что у Макса Вебера неократианская предпосудка. Что это сказал на лекции в пост науки Виктор Макстайн? И вот теперь все это повторили, и кажется, что человек разобрался в Максе Вебере, к черту возьми. Но, с другой стороны, это означает, что научное знание выходит к человеку, к людям не филологам, людям не специалистам, людям, возможно, для любви в нашей профессии. Но это немного входит в моду, да. А мне кажется, это же не читающее наблюдение, очень точное, и это абсолютно прекрасно симулировали. Но и мне кажется, что это на самом деле вопрос даже не разомаса после науки, и горького, ну, я говорю, не нет, а это в принципе, как меняется культура потребления, что как бы теперь это все, если еще будет короче, быстрее переключать за Facebook, потому что, в принципе, мы в принципе, да, о политике и новостях, на чем угодно, мы тоже становимся человеком таким же образом. Ну, и, наверное, нас это поменяет, ну, я думаю, что, ну, то есть, мне доводилось считать исследования о том, что, в принципе, там, не знаю, социальные сети, и айпад, и айфон, даже сильно просто меняют нейроны в мозгу, там все нужны на подбитку новой рандомной информации, так вот, да. И, наверное, как бы, это как-то все у нас сочетается и меняет. Но при этом, именно в том, что вы описываете касательно такое популярное научное знание, мне как раз скажут, что страшно не происходит, потому что, ну, как бы, раньше не было Арзамаса, когда я училась в университете и пост науки, и при этом точно так же можно было как-то сымитировать разговарь Макси Веби, не читая Макси Веби, в смысле, ну, там, мне прекрасно это удавалось в свое время, и, как бы, ну, я как-то, не знаю, особенно, если, как-то, компания что-то такое сказать, то есть, зная ровно одну фразу, просто, мне кажется, такое свойство человека, это, ну, как бы, здесь... А вот, наверное, вышла книга искусственного семейства. Да, книга, которую вы читали. Да, книга, которую вы читали. Да, это же французская, что называется? Да, книги не прочитали. Вот. Ну, и мне кажется, что... Все-таки то, что... Не знаю, мне кажется, что то, что есть Арзамас, и то, что люди могут цитировать, ну, что где, Вебера или... Ну, это, в общем, хорошо. Ну, в смысле, это, в конце концов, как будто... Хотя, то есть, интересно, вообще, есть... Знаете, есть такой проект 1917? Да, да, да. Я в регулярных читаю все-таки. Да, проект 1917, мне кажется, что он, как бы, я слишком старат на него, потому что это, как бы... Здесь кто-то не знает. Да, 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 это в формате Фейсбука Хроника. Да, это бакуары людей 17-го года, Хроника 17-го года по газетам и по источникам, которые нарезаны... Цитатки оформлены, как бы, в Фейсбук-ленте. И вот мне кажется, что это, как бы, ну, нельзя уже так... Побойтесь Бога, что вы делаете? Вот, но у них, в этом, в этом, там, миллион с лишним подписчиков в ВКонтакте, и явно, что это какой-то формат, который... И тоже, конечно, зачем же это, как бы, что они пришлядят одну цитату там, Светаева, Лешковского или кого угодно... Это не образовательная вещь, это развлекательная вещь, да? Ну, они считают, что они просветили этот проект. Так, конечно, они как бы... Там, Фон Борис Зимин... Ага, да-да-да... Зимина... Вот, как бы, это свое посвящение. И они как бы, наверное, вполне предговорят. Вот такое посвящение. Это одна из его форм, все-таки. К этому же не сводится, и... Да, наверное, действительно есть проблема, хотя, вот вы говорите о том, что проблема рецепции, если это проблема рецепции, то это проблема тех, кто эту рецепцию осуществляет, на самом деле. И если человеку достаточно блеснуть одной фразой, то это, в общем-то, его выбор, потому что ему совершенно ничего не мешает найти, заинтересовавшись, зацепившись за эту фразу, прочесть целиком книгу, из которой цитата была взята. То есть, как всегда, ответственность делегируется на тому-то. А Замас как раз, если приводить пример Замас, то он хорош в том числе тем, что люди им занимающиеся, они почувствовали потребность, не знаю, чтобы человечество в быстром знании, скажем так, в некотором конспективном, ну, в потребности хотя бы конспективно о чем-то узнать, получить некоторый набор представлений, и очень квалифицированно ему эти представления дают. То есть, грубо говоря, они совершенно не халтурят. И было бы ужасно, если бы они спекулировали на этой потребности, и плохо бы, да, и плохо бы делали то, что они делают хорошо. Если можно, я вставлю ремарку, потом еще с этим мы идем, вот отвечая на ваш вопрос. О том, а не плохо ли, что вот Замас, Горький и так далее, постнаука занимается этим популяризаторством, и, соответственно, знания становятся более поверхностными? Смотря для кого плохо? Плохо как раз для представителей истинного, ну, назовем это истинного монетарного знания, высокого, да, потому что они чувствуют, что тут начинается вот эта вот конкуренция, да, то есть они за своих элитарных позиций вынуждены несколько спуститься, потому что то знание, которое раньше было доступно на условных стенах МГУ, РГГУ и так далее, оно внезапно становится массой, но все эти имена, которые раньше обсуждались только в рамках лекций, они начинают там появляться на тех же порталах, они становятся совершенно доступными, и, соответственно, а где же вот эта, я не знаю, ниша, назовите это как угодно, всем людям, да, где же это элитарность тогда? Кто же, да, грубо говоря, тогда мы такие? Она никуда не девается, потому что заниматься наукой ничто не мешает, ну, то есть мешает, мешает все то же самое, что мешало ей заниматься всегда лень, например, ну, да, да, такого рода вещи, то есть не то, что, не совсем корректная аналогия, наверное, но вот как Макдональдс, на который, вот который как только не хулили всю жизнь, он не уничтожил ни одной национальной кухне, вот он есть везде, во Франции, ну и что, и вот куда делась французская кухня? Никуда она не делась, она там же, где была всегда, но просто при этом есть Макдональдс, куда ходят те, кто ходят, здесь совершенно то же самое. Мы привыкли тоже мыслить в рамках вот этих элитарх, то есть есть высокая культура, есть массовая культура, есть там еще что-то низкое, примитивное, да. Вот, например, ну, это я сейчас не себя цитирую, замечательный культуровый Джон Сибрух, мне кажется, он будет очень приятно. Я читала, да. Вот он прекрасно все про это сформулировал, что как раз элитарные все эти институции, не институции, а люди, относящие, скажем так, к элитарной культуре, элитарная культура становится еще одной субкультурой. То есть она не становится, у нее прекрасная есть метафора, культура супермаркета, культура особняка, вот эта вот эта вот, то есть старая культура – это культура особняка, современная культура – это культура супермаркета. Где элитарная культура, она где-то очень далеко, там вот в углу магазина, А вот масс-маркет вот он перед нами. Шикарная, я считаю, мысль об общении всех тенденций. Извините, а можно уточнить, поскольку все-таки представители разных площадок собрались, мне вот очень интересует давно такой вот вопрос, что все-таки читатель, ну, как мы сейчас говорим об широком уровне читателей, где же площадка на него? То есть вот и есть горький, да, условно говоря, самый популярный ресурс, потому что, ну, интернет может быть не цикарный. Есть библиотека, куда более локальный ресурс. Но вот я наблюдаю, вот, кстати, к вопросу о критике. Есть даже ресурс для критиков появился, Rara Address называется. Но я вот, приходя и углубляюсь очень сильно, изучая вот конкретный ресурс, замечаю одну очень повторяющуюся вещь для каждого из них, какая бы ни была сфера, все равно это локально несколько человек, которые формулируют внутри себя группу, которая является, в общем-то, задающей тон. И где найти в этом месте... В общем, ты же недавно пришла в какую-то библиотеку, где обсуждали книгу Франзвена. И девушка, запуская диалог, говорила, ну, давайте расскажем немножечко о чем, что вы читаете. И один человек сказал, для меня есть один Лоцман в литературной критике. Я сразу знаю, какую фамилию он сейчас назовет. И правду он назвал Безюфобич. Ну, потому что, ну, все вот сейчас произносят вот рядом с ее фамилией слово Лоцман. А я... Очень удачную книгу узнала. Да, и, собственно, проблема-то в чем, что вот я хожу-хожу и понимаю, что вот здесь есть своя... Так смотря чего искать, смотря чего вы ищете, смотря где вы хотите себя локализовать и, ну, какой... В какой почве вы хотите укорениться, потому что прелесть в том, что этого действительно много. Вам горький это ответ на одни вопросы. Там, не знаю, теория и практики ответ на другие. Это дело исключительно в том, что вам... Я, конечно, сейчас невероятно оригинальную вещь скажу, но дело в том, что вопрос в том, что вам интересны. Потому что ответ на всякие вопросы сейчас, по-моему, какое-то огромное количество. И вот это очень хорошо. И библиотеку они есть, и какие-то онлайн-ресурсы есть. И есть храмы высокой науки, которые тоже, в общем-то, никуда... Ну, то есть они им покосились. Ну, вот что-то такое унифицированное создание, потому что мне казалось... А надо мне, вот, да, вот унифицированное... Всякая унификация, это такое... Опасное все это дело. Очень сложно, чтобы говорить о том, что чуть-чуть как-то унификает. Ну, да, вернемся. Хотел узнать. Да, да. Потому что, например, был их учебник поэзии, такой, вызвавший большой... Большие споры. Да. И когда он вышел, везде, можно сказать так, что триумфально прошел или с большим успехом, был выпущен специальный номер вопросов литературы, который по просто, по посточкам, по строчкам, все статьи посовещены жесткой критике этого издания. Ну, ведь, значит, существует, да, какой-то диалог... В данном случае это идеологический. Можно я отвечу, что я имела в виду? Я имела в виду, я говорила, что я прикала мне так и сайты, ориентируюсь на просмотры. У нас там какая-то статья есть, сколько ты это прочитала. И лицензии не читает, что это очень молодой день. То есть она умирает не потому, что это, не знаю, не делаются номера и не прочитать все, а потому, что они, как бы, вообще не читаются там. Вот в этом так, что они не, как бы, что там, не знаю, любое интервью, прочитают больше людей, чем лицензию. А слушалось бы? Вот тут говорили о том, что в формате видео это может быть... Это вот хороший вопрос, я не знаю, потому что я знаю, что есть видео-блогеры, везде очень популярные, но тоже не очень хорошо получилось. Просто это тоже немножко, конечно, в следующем поколении младше меня, и как-то надо специально посвятить этому времени и силы. На самом деле видео это очень затратный формат, на мой взгляд, потому что, например, ты едешь в утро, во-первых, шумно, во-вторых, видео все время прерывать, потому что надо куда-то уходить. Но очень удобный формат, запустили некоторые новостные каналы, они запускают видео с выключенной радиодорожкой на присутствующем субтитре. Да. И вот это очень удобный формат усвоения информации. А что касается учебник поэзии, простите, я сейчас еще хотел даже... Как только вы сказали, это другая проблема. Нет, нет, нет. Это другая проблема. Это проблема литературной и околитературной коллеги. Потому что журнал «Вопрос литературы» занимает определенные совершенно позиции, идеологические, консервативные. И с этих позиций нападает, в общем, более или менее на все, что его редакцией кажется слишком, не знаю, авангардным, слишком западным, слишком... Ну, не хочется лишь никаких херлупов, но, в общем, то, что им кажется нарушающим, значит, какие-то священные традиции отечественной филологии и так далее, они подвергают суровой критике.